Друзья, всем привет! Сегодня у нас Nissan Juke, и я уверен, что история будет действительно увлекательной. На это есть абсолютно все предпосылки. Во-первых, автомобиль покупался у официального дилера, самого настоящего официального дилера, одного из самых крупных в Москве. Второе. Автомобиль покупался с небольшими неисправностями по вариатору, но в целом машина позиционировалась как исправная, с небольшим ДТП, с косметической окраской передней части автомобиля. Человек купил Juke по низу рынка, заплатил он 420 тысяч рублей, отремонтировал вариатор, заплатил 110 тысяч рублей. Итого у нас получается на данный момент 530 тысяч было потрачено на сегодняшний автомобиль. С исправным вариатором, в хорошем настроении, товарищ приехал в ГИБДД для того, чтобы получить номера. Но не все так просто, как вы понимаете. Сотрудник полиции осмотрел мотор, осмотрел номер двигателя и сказал, уважаемый товарищ, к большому сожалению, здесь должен стоять мотор HR16, а у вас стоит HR15. Нужно бы поменять. Человек не стал отчаиваться, поехал в какую-то организацию, где занимаются моторами, купил мотор HR16 за 40 тысяч рублей. За 20 тысяч ему этот мотор поставили. На этот момент времени автомобиль уже стал стоить 590 тысяч рублей. Плюс страховка, плюс какие-то квитанции. Общая сумма по автомобилю на сегодняшний день составляет 600 тысяч рублей. Вы думаете, все? Нет, это только начало. С новым мотором, с новым вариатором, опять же в приподнятом настроении, человек приехал в то же самое ГАИ, а ему сказали, дорогой наш товарищ, мотор вы поменяли, это, конечно, очень хорошо. Но вы поедете на экспертизу по одной простой причине. У вас на стойке маркировочная табличка окрашена вторично, ну, точнее, не табличка окрашена вторично, стойка окрашена вторично, и на табличке есть следы краски. Есть у нас подозрение, что автомобиль все-таки может быть кривоватый. Начали смотреть номер кузова и обнаружили шов. Товарищ взялся за голову, написал мне и попросил посмотреть автомобиль, разобраться, что к чему, может быть, ему еще что-то нужно купить, что-то поменять, еще 200-300 тысяч потратить, либо обратиться к официальному дилеру для выяснения ситуации и как-то поискать выход. Давайте вместе посмотрим машину, я уверен, что будет действительно интересно. Предлагаю не размениваться на всякую мелочевку, осмотр кузовных элементов, оттенки и так далее. Здесь и так понятно, что машина была в ДТП, зазоры, пыль под краской, это все мелочи. Мы с вами начнем бить по площадям и сразу же копать в самую глубь проблемы. Осмотрим подкапотное пространство для начала, для самого начала. Первое, что мне приходит в голову, это секретная разработка, которую японцы применили в этом автомобиле. Посмотрите, пожалуйста, на аккумулятор. Две плюсовых клеммы. На самом деле, уже это могло вызвать некого рода сомнения, мягко говоря. Но все-таки мы вот так вот видим. Один плюс и второй плюс на грани маразма. Но все же, двигатель. Двигатель менялся, как я уже сказал. За замену двигателя заплатили деньги. Можно посмотреть на болты крепления. Они смещались. Переходим к стойке. Та самая табличка, которая не понравилась инспектору во второй визит. Когда к нему приехали, то есть первый раз ему не понравился номер двигателя. Может быть и другой инспектор был. Может быть и табличка тогда ему не понравилась тоже. Но тогда он сакцентировал именно на номере двигателя. В этот раз табличка попала под раздачу. Как я уже сказал, стойка крашена вторично. И это и стало предпосылкой того, что автомобиль поедет на экспертизу. Но на экспертизу он поедет после того, как мы с вами его осмотрим и вынесем свое решение по этому автомобилю. Стойка, мининый двигатель, шов, который обнаружили по номеру кузова. Либо где-то рядом с номером кузова. Предлагаю сразу же перейти к осмотру номера кузова. Но для того, чтобы сделать это максимально удобно и не просто осмотреть, а показать вам во всей красе, нам придется снять пластиковую накладку, снять жабо. Номер располагается очень неудачно. Мы не сможем туда пробраться камерой. А нам с вами нужен размах. Поэтому мы сейчас скинем, посмотрим и уже примем решение, что мы будем делать дальше по автомобилю. Начнем с демонтажа дворников. Есть. И начинается самое интересное. Давайте для разминки сравним оттенки по одному и тому же элементу, по моторному щиту. Посмотрите, пожалуйста, какой оттенок с водительской стороны и какой оттенок с пассажирской стороны. Также можете посмотреть, как покрашена маркируемая панель с номером кузова. Здесь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что что-то пошло не так по этому автомобилю в какой-то определенный промежуток времени. А вот тот самый шов, который не понравился при осмотре автомобиля. То есть отталкиваться мы будем именно от этого шва и от вторичной окраски моторного щита. Причем частичной окраски. Здесь белое-белое, здесь белое-серое. Давайте для начала, ну как уж для начала, в продолжение. Посмотрим с помощью зеркала и фонарика тыльную сторону моторного щита. Что мы с вами увидим? Увидим мы с вами примерно то же самое, что видим с лицевой стороны. Замазанный шов, который уходит вниз. Здесь более-менее понятно. Начало шва располагается на уровне панели, но для того, чтобы не скидывать панель, все-таки мы начнем с пола, отодвинем сидение, снимем накладку порога, поднимем обивку пола. И вполне возможно, даже здесь мы что-то сможем с вами увидеть. Если не увидим, тогда, соответственно, пойдем уже вверх и полезем под панель. Отодвигаем водительское сидение. При осмотре болтов крепления видно, что сидение демонтировалось и устанавливалось, может быть, второй раз, может быть, третий раз, но поставлено оно сюда не на заводе 100%. Дальше. Дальше у нас по списку накладка порога, пока пусть здесь полежит. И вот эту замечательную штуковину мы тоже снимем. Как-то здесь очень пыльно, но что поделать? Нам же с вами очень надо сюда попасть, поэтому будем работать с тем материалом, который имеем. Пенопласт уже сломан, соответственно, либо кто-то очень активно дрыгал ногами, пытаясь нажать на какую-то из педали, либо пенопласт неоднократно сюда инсталлировался, точно так же, как и водительское сидение. Пенопласт нам мешает, поэтому мы его точно так же отсюда вытащим. Это ж надо, так его аккуратно еще сложили, как пазл. В ногах водителя пол целый, здесь нет никаких швов, нет вторичной окраски. Соответственно, делаем вывод, что внутренняя часть, по крайней мере, в этом месте не разрезалась, не рассекалась, резалась внешняя панель, либо шов уходит правее. Начнем с уплотнительной резинки. Я знаю, почему у нас ничего не получилось найти в водительском дверном проеме, потому что мы не с того начали. Здесь мы начнем с того, с чего обычно начинаем, и я думаю, что в этот раз нам должно повезти. А действительно, удача на нашей стороне. Сняли резинку, и тут же первая находка. Отсутствие точечной сварки, отсутствие точечной сварки. И, я так понимаю, самое время взять в руки зеркало, взять фонарик и осмотреть обратную сторону. Действительно, замазка, действительно, шов. Получается, второй шов. Там один, здесь второй. Стойка пересекалась. Хотя, для того, чтобы дать исчерпывающий ответ на вопрос, пересекалась ли стойка, нужно снять накладку стойки. Нам это не составит сделать абсолютно никакого труда. Теперь, легким движением руки, отстегиваем накладку. Странно, почему-то легким движением она не отстегивается. Ну, ладно, придется вот так вот сделать. Под накладкой шов во всей красе, стойка пересекалась полностью. В этом сомневаться нам уже не приходится. Не с того мы с вами начали осмотр салона. Нужно было сразу начать с дверного проема переднего пассажира, потому что в водительском дверном проеме все довольно вяло. Здесь буквально минуту времени мы с вами находимся. Уже резаная стойка, уже вторая резаная стойка, центральная. Этим как раз объясняется незаводская окраска вокруг маркировочной таблички. Посмотрите, пожалуйста, точно так же отсутствует точка на вот этом промежутке. Обратите внимание на это место. Шпаклевка, которая расположена между тремя панелями. В этом месте стойка состоит из трех панелей. Одна, вторая и третья. Между панелями не должно быть абсолютно никакого материала. Плюс ко всему отгибаем накладку стойки и видим шов. Можно было бы заморочиться сейчас снять накладку стойки, но обратите внимание на крепление, которое оторвано. И я так подозреваю, что если мы сейчас эту накладку полностью демонтируем, потом будет очень тяжело поставить ее обратно. У нас же нет волшебной строительной пены, которая используется для ремонта... Ниссанов. Да, Ниссанов, как показала... Жуков, как показала практика одного из последних видео. Кстати, там тоже был Ниссан Жук. Так вот, все декоративные элементы там были закреплены именно на строительной монтажной пене. Если у вас будет лишний 20-30 минут, можете посмотреть, получите неслыханное удовольствие. Это я вам гарантирую. Так вот, стойка резалась, шов заходит, шпаклевка между панелей. Не будем останавливаться на достигнутом. Нам нужно с вами убедиться, что стойка пересекалась целиком. Она пересекалась целиком. Та же самая проблема. В точно таком же месте шпаклевка, которая здесь абсолютно ни к селу, ни к городу. Стойка резалась, вопросов никаких нет. Причем, вот посмотрите, с этой стороны остался небольшой запил на стойке. Снимаем по аналогии накладку. Снимаем уплотнительную резинку. Отодвинул вперед сидение. Сразу же обратил внимание на болты, которые точно так же, как и по водительскому сидению, откручивали. Соответственно, и водительское сидение, и пассажирское снимались. Я понимаю, что в контексте того, что мы с вами уже увидели по автомобилю, а именно раз шов, два шов, три шов, четыре шов, информация по сидениям, она просто меркнет на фоне швов, которые красноречиво говорят сами за себя. Но, в связи с вновь открывшимся швом, который мы с вами обнаружили в заднем дверном проеме, и шов 100% уходит вглубь кузова, я боюсь, как бы нам не пришлось опять снимать сидение. Но мы все-таки попробуем начать с демонтажа заднего дивана. Если ничего нам это не принесет, если нам потребуется, то будем скидывать сидение и вообще выносить весь салон. Раз, два. Пенопласт. Здесь лишний, по крайней мере, на данный момент. Шов заканчивается у центрального туннеля. Соответственно, машина поперек не пересекается, но, в свою очередь, шов уходит в сторону переднего пассажира. Как бы нам здесь не получить классическую четвертную варочку. Все-таки, все-таки нам придется поработать с пассажирским сидением и его для начала демонтировать. Настал момент истины. Поднимаем. А шов идет дальше. Все, что мы сделали, даже скажу, наверное, по-другому. Все, что мы пока только делаем, крайне продуктивно у нас проходит. Шов уходит дальше. Поэтому будем разбирать вот эту хрень. Рано я засунул сюда этот дополнительный аксессуар. Осталось подраскидать центральный туннель. Самый торжественный момент. Поднимаем пол и видим шов во всей красе, который проходит вдоль всего центрального туннеля. Уходит наверх, ныряет под панель. И я уверен, что этот шов выходит под капотом. Это именно тот самый шов, с которого мы начали осмотр. Только мы несколько потеряли время на водительском дверном проеме и копали изначально не в том направлении. Но, как я и сказал, как я предположил в самом начале, шов уходит в сторону пассажира и выходит в заднем дверном проеме с правой стороны. То есть начинается шов под капотом, проходит по всему автомобилю вдоль туннеля и выныривает в заднем правом дверном проеме. Друзья, я нахожусь в легком культурном шоке. Конечно, пришлось разобрать, поднять пол, снять сидение. Я знал, что машина будет интересная. Были для этого все предпосылки. Но я даже, наверное, на одну десятую не предполагал, что мы с вами увидим именно то, что увидели по ходу осмотра автомобиля. Мало того, что это самый настоящий автохлам, но его продал, мать его, официальный дилер. Самый настоящий официальный дилер, у которого все гарантировано, все машины проверены. Вообще все идеально, везде криминалисты. То есть давайте я вам прям очень кратко, если кто-то не понял, что мы сейчас увидели, я вам прям очень кратко расскажу. Две машины. И самое смешное, что от оригинального автомобиля, к которому ПТС, осталась та самая четверть. То есть вот что изначально принадлежало автомобилю, к которому ПТС. Рассказываю. Вот это вот маленькая четверть. Часть пола в заднем дверном проеме. Нижняя часть стойки с маркировочной табличкой. Нижняя часть передней стойки. В эту же конструкцию, в эту четверть, в этот огрызок очень удачно входит ВИН. То есть взяли корыто с номером кузова и с табличкой. Машина была, я уверен, она просто была завязана в узел. От нее не осталось ничего. Вот осталось то, что осталось. Вот этот маленький обрубок. Потом где-то взяли большую часть автомобиля. Может быть угнали, может быть еще где-то. Я сейчас не хочу даже в это вникать. Вырезали и вварили вот этот маленький кусочек. То есть от оригинального автомобиля здесь, наверное, процентов 20 максимум. А все остальное это не оригинальное. Само собой стопроцентный отлуп в регистрации. А как иначе? Мало того, что она резалась, она пересекалась. Здесь от машины-то не осталось ничего. Это просто сборная солянка. Я приложу все усилия, чтобы помочь человеку разобраться в этой ситуации и вернуть автомобиль официальному дилеру. Мы займемся этим вопросом, потому что это просто перебор. Я могу на многое закрыть глаза, но не на вот эту дичь. Машина покупалась по низу рынка. Да, можно так сказать. 420 тысяч рублей она стоила. Если вам интересно узнать, сколько на самом деле по рынку стоит Nissan Juke, переходите на сайт Автору. Вся актуальная информация по автомобилям с пробегом находится именно там. Удобнее всего это сделать по моей ссылочке. Я оставлю вам ее в описании под видео. Нажимаете ссылку, переходите на Автору и посмотрите, сколько стоят эти автомобили на самом деле. Но опять же, учитывая, что эта машина в итоге обошлась под 600 тысяч рублей, но так и не встала на учет, вы можете посмотреть на Автору, что за 600 тысяч можно купить нормальную машину без вопросов. И опять же, понимаете, вот меня бомбит на тему официальных дилеров. Вот все боятся перекупщиков. Там перекупщик обманул, там обманули, здесь обманули, какая-то комиссионная площадка. А чем дилер-то лучше? Ну дилер чем лучше? Единственное, чем он будет лучше, если он решит этот вопрос и человеку вернет деньги вместе с компенсацией. Я думаю, на сегодня мы закончим. Кому интересно посмотреть реальные ценники по Nissan Juke, переходите на Автору. Как я уже сказал, ссылочка для вас будет в описании. Не забывайте подписываться на канал. Если у вас есть какие-то интересные автомобили, вы попали в какую-то неприятную ситуацию при покупке автомобиля, обязательно пишите мне. Я прочитаю ваше письмо. Если мне ситуация покажется действительно интересной, мы обязательно приедем, посмотрим ваш автомобиль и снимем по нему материал. На сегодня все. Не забываем подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok